Здравствуйте! Это новости от портала Оренград.ру. Я Александр Жарков. В Оренбурге суд не стал отправлять в СИЗО подростка, который обвиняется в групповом избиении мужчины. Напомним, происшествие произошло 18 февраля ночью. Четверо подростков напали на прохожего, позже он умер в больнице. Твоих нападавших задержали по горячим следам. Суд отправил 16 и 17-летних подростков в СИЗО. Еще двое, 15-летних, были задержаны в минувшую пятницу. Одного из них доставили в суд для избрания меры пресечения 22 февраля. Тогда суд продлил задержание, а сегодня было удовлетворено ходатайство адвоката. Подростка отправили под домашний арест. В каком статусе находится четвертый подросток неизвестно. Материалы по нему в суд не поступали. Известно, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека». И в продолжении темы происшествий. Аварий в Оренбургской области происходит меньше, чем в целом по стране. РИА Новости провели исследование. Ссылаясь на данные МВД России, выяснили, в каких регионах происходит больше всего аварий с участием пострадавших. Выяснилось, что больше всего ДТП в прошлом году зарегистрировано в Республике Тыва, а также в Смоленской и Ярославской областях. А вот меньше всего аварий происходит в Чечне, Свердловской области и Чукотском автономном округе. Оренбургская область попала в двадцатку самых безопасных по аварийности регионов страны. Мы на 19-м месте. На 100 тысяч автомобилей в прошлом году произошло 227 ДТП, в которых пострадали 153 человека и погибли 86. Отмечу, если вы стали свидетелем ДТП, у вас есть фотографии, видео или кадры с видеорегистратора, можете присылать их на телефон нашего портала оренград.ру, и мы обязательно опубликуем это ДТП. Экс-начальник в СИН России, в прошлом руководитель МВД по Оренбургской области Александр Реймер, отпущен на свободу. Калининградский суд поддержал его прошение об условно-досрочном освобождении. Александра Реймера в 2017 году приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Он был осужден за мошенничество с бюджетными средствами, которые выделили на приобретение электронных браслетов. Год назад Реймер уже подавал прошение об УДО, но суд отказал ему. Сегодня Александр Реймер вышел на свободу. Александр Реймер запомнился и нашим корреспондентом, когда работал начальником ОМВД Оренбургской области. Тогда наш коллега Павел Паршутов, который работал на Орен-ТВ, написал и исполнил песню, а тогда еще к главному милиционеру Оренбуржья. Я спросил у Реймера, кто убийца кисера на одном из брифингов в стенах УВД. Нет такого кисера, чтоб его мы, киллера, не нашли задушенным в лесополосе. Я спросил у Реймера, кто убил убитого. Реймер не ответил мне, качая головой. Отменить непопулярную пенсионную реформу, приравнять мрот к уровню прожиточного минимума, а последний поднять до 31 тысячи рублей. Справедливая Россия сегодня провела всероссийскую информационную акцию по поправкам в Конституцию. Поправки в Конституцию – уникальный шанс исправить ошибки прежнего правительства. Отменить непопулярную пенсионную реформу, приравнять мрот к уровню прожиточного минимума, а последний поднять до 31 тысячи рублей. Справедливая Россия сегодня провела всероссийскую информационную акцию по поправкам в Конституцию России. В свою очередь, с правороса вносят свои предложения в изменение основного документа страны. Закрепить на уровне конституциальной нормы право выхода на пенсию по старости в России женщинам 55 лет, мужчинам 60 лет. Что касается уточнения формулировок президента об индексации пенсии и социальных пособий, мы предлагаем вместо слова «регулярное» прописать ежегодное, чтобы никакой чиновник не мог эту индексацию проводить раз в три года, раз в пять лет. Основной задачей представители Справедливой России считают борьбу с бедностью по официальным подсчетам в стране 20 миллионов 300 тысяч бедных, еще 14 миллионов те, чьей заработок не дотягивает до прожиточного минимума. Более 60% это молодые люди в возрасте до 40 лет. Должно быть увеличение потребительской корзины. Сегодня ее размер составляет 9590 рублей. Как можно прожить на эти деньги? Да никак, на них не проживешь. А сегодня эта норма 9590 рублей, к ней привязаны все социальные стандарты. Это и прожиточный минимум, это и пенсии, и все всерозможные льготы. Размер корзины не пересматривался в течение семи лет. В конце прошлого года фракция «Справедливая Россия» в Госдуму внесла законопроект о повышении и составе потребительской корзины. Рассчитали минимум, минимальную стоимость этой корзины – 31 087 рублей. В конституционных поправках «Справедливая Россия» запретить госслужащим двойное гражданство, а Центробанк подчинить госорганам, обязать отвечать за условия экономического роста и занятость населения. Водокамень точит, говорят с правороса, многие предложения, которые они не один год предлагали, нашли свой отклик в президентском послании. В послании президента большой блок предложений, которые были внесены, они соответствуют тем предложениям, которые инициировала фракция, депутаты фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Это предложение связано с продлением материнского капитала, программы материнского капитала, выплата за рождение первенцев, поддержка многодетных семей, бесплатное горячее питание для школьников, увеличение числа бюджетных мест в вузах, доплата классным руководителям, дополнительное финансирование ремонта больниц-поликлиник, расширение полномочий в Госдуме при назначении правительства. Особые требования, особый спрос к чиновникам – это те законодательные инициативы, которые вносились депутатами фракции, причем неоднократно, а из сессии в сессию, из созыва в созыв, и блокировались партии большинства. Мы видим, что сегодня курс направлен на разворот, на решение социальных вопросов. Вот как с этим курсом сегодня справится партия власти – как раз это большой вопрос. Задумались с праворосой и о постоянном росте цен на бензин, и о непопулярной так называемой мусорной реформе. Сегодня мусорщики зарабатывают больше, чем нефтяники. Тариф, который на сегодняшний день просто завышен, он завышен в несколько раз. В юбилейный год победы Великой Отечественной войны представители партии вспомнили о такой категории граждан, как дети войны, те, кто пережил военное лихолетие и восстанавливал разрушенное хозяйство. У нас в области, вот мы разговаривали, 10 600 у нас детей войны. Ну, в принципе, вот надо 100 миллионов хотя бы дать, ну, 80-100 миллионов денег. Неужто мы в бюджете не можем найти деньги? Ну, просто не хотим. Стыдно. Это план перспективный, хотя не менее важный. Что же касается изменений в Конституцию, то если остальные фракции Государственной Думы предложение «Справедливая Россия» не поддержат, то «Справедливая Россия» отказывается голосовать за принятие изменений в основной закон страны. И сегодня второй день Масленицы. Традиционно большинство людей пекут блины и готовятся к гуляниям. Сегодня, например, жирный вторник. Принято устраивать «Смотри на невест». В среду обычно пекут сладости, включая пироги. В четверг – «Разгуляй». Это слово говорит само за себя. А в пятницу – тещин вечерок. Ну, а в воскресенье, по традиции, вся страна провожает Масленицу и готовится к Великому посту. Мы решили выяснить, будут ли оренбургцы отмечать Масленицу, как планируют провести эту неделю. «Конечно, печем блины, и пироги печем, и угощаем. И вчера мы уже кушали. То есть вы уже начали праздновать Масленицу? Конечно. Да, конечно. А вы уже испекли блины? Вчера еще. То есть вы уже начали праздновать? Да, да, я нафаршировала. Соблюдаете ли вы традиции? Соблюдаем. А вы уже начали печь блины? Да. Ну, стараюсь соблюдать Масленицу – любимый праздник детей, да. То есть вы ходите по гостям? Ну, к маме, сестре и близким родственникам, да. А вы здесь пекли блины? Да, вчера. Нет, по гостям пока еще не хожу, но с блинами уже. То есть пекли, да? Да. Нет, праздновать некогда, приходится работать. То есть у вас вторая рабочая неделя, вы не собираетесь печь блинов? Да, когда? Вечером в 8 часов, уже поздно. Наташа всегда готовит блины. Да, вчера пекли. И сегодня утром тоже пекли. А ходите по гостям? Ну, с маленькими детьми по мере возможности, да. По бабушкам вот… Ближе к выходным собираемся. Ну, Масленицу, да, конечно, блины уже жарили. А традиции соблюдаете? Ходите по гостям? Ну, пока нет. Ну, надеюсь, что попаду еще в гости. На эту неделю, да, планируете? Да, планирую. Ел вчера блины уже, да. То есть пекли уже блины. У сына, да. А соблюдать ли вы традиции? Конечно. Ну, по гостям некогда ходить, а блины ем в гостях. Да, у меня уже тещина пекла, сегодня поеду забирать. Сам я, к сожалению, не умею печь. Но в ближайшем будущем дома освоюсь. Мне очень нравится этот праздник. И единственное, что хотелось бы, чтобы в городе побольше, может быть, мероприятий, куда можно пойти с детьми, с руками. Праздник замечательный. Масленицу я вчера начал встречать. Бабка мне в 7 утра встала, начал блины печь. Бутылку поставила, ну и встретил Масленицу. А сегодня решил продолжить, но никого не вижу. Вы также можете делиться в комментариях на портале оренград.ру, как проводите масленичную неделю, делитесь рецептами блинов. Мы все это обязательно опубликуем. На этом у нас все. Читайте и смотрите новости на портале оренград.ру.